Друзья, на канале стримера Вакар ТВ будет проходить розыгрыш с призовым фондом в 1000 рублей. Что нужно сделать вам? Это перейти по ссылке в описании, прокомментировать открывшееся видео и обязательно подписаться на канал. Розыгрыш пройдет в прямом эфире, когда наберется 1500 подписчиков. А на канале стримы каждый день и каждый последний час стрима игра с подписчиками. Подключайтесь! Мур, привет друзья, с вами Зверько. Настало время гайда на такого старого танка, как Акай. А помогал мне с гайдом Трекстерина. Не зря же он выбрался в топ игроков на Акай. Акай выделяется среди большинства танков своим уроном, который помогает ему чистить лес и убивать супостатов. Кроме того, он долго находился в топе, пока мета не перешла со стороны контр-убийств на групповые масс-схватки. Давайте опять познакомимся с навыками и их особенностями. Пассивный навык Тайдзи. Каждый раз, применяя навык, Акай получает щит размером в 6% от своего максимального хп. Держится щит 2 секунды, а перезаряжается 2,5. Очень сильная пассивка при хорошем кд навыков. Поскольку перезарядка дикая и ловкую панду сложно закошмарить, особенно на стадии ранней игры. Первый навык. 1000 фунтов. Акай совершает прыжок, нанося урон и замедляя противников. Если цель была помечена лягушкой, то наносит больше урона и оглушает цель при приземлении. Честно сказать, урона не намного больше, а мини-оглушение нам ой как на руку. Второй навык. Вихри. Не знаю, как название связано с лягушкой, но Акай кидает во врагов лягуху, нанося урон и вешая дебаф. Этот дебаф добавляет к урону Акая с руки еще плюс 5% от его максимального количества хп. То есть, если вы вкачиваете только хп, с помощью этого навыка вы с руки вносите кучу урона. На экране видна разница. Собственно, этот навык используем всегда, перед тем как прыгнуть к противнику, перед тем как устроить с ним драку, а также при помощи союзнику с лесом. И святая святых Акая. Ульта. Ураганный танец. Акая начинает бешено вращаться, прибавляя себе скорости передвижения. Кстати, этим можно пользоваться. Своим вращением он отталкивает противников. Враги, которых толкают, ничего не могут сделать. Особенно, если их прижимают к стене. Таким образом, можно выключать злостных контроллеров или лютых дамагеров. Выбор за вами. Также, надо уделить внимание, кто с вами в команде, и случайно не мешать магам, которые вынуждены направлять свои заклинания. Как, например, Виксана. Или договоритесь, чтобы они кастовали после вашей ульты. Но это в случае, если вы всегда с 100% вероятностью прижимаете противника к стене. Что же нам взять из способностей? Выбирайте на свой вкус. Отспенение, спринт или щит. Фишка в том, что спринт действует примерно столько же, сколько и ваша ульта. Что облегчает поимку и прижимание персонажей. Щит поможет выживать, а отцепенение даст дополнительный контроль после прыжка. Ну, любители вспышки и сами ее выберут. Теперь пошло самое необычное. Эмблемы и сборка. Будем делать из экая полудамагера. Эмблемы. Стрелка. Со вторым перком. Ускорением бега после автоатаки. Это позволит вам занимать выгодную позицию для применения ульты. Сборка. Сборка в танка всегда ситуационна. И зависит от того, кто играет против вас. От магов берем маг защиту, от физиков соответствующую. ML-факты на канале вам в помощь. А вот в урон можно собраться так. Волшебные сапоги. Ведь нам понадобится золото для задумки. Штормовой пояс. Даст стартовую защиту и замедление с руки после атаки. Бесконечная битва. Увеличит урон от первого удара рукой. Который обязателен в этой комбинации предметов и эмблем. Теперь чуть на защиту. Золотой метеор. Спасет в критических ситуациях. Проклятый шлем. Это и хп, и урон приблизившимся врагам. Добиваем все это дело щитом Афины. Ближники-автоатакеры Акаю не страшны благодаря ульте. Стрелки же будут болезненны. Но и их имея руки и сплеч можно легко законтрить. А вот от магов защиту закупать обязательно. Тактика. Начнем с комбинации. Поскольку у всех вопрос, почему такая сборка. Кидаете во врага лягуху. И тут же прыгаете чуть за него. Наносите удар с руки. Тут у нас срабатывает и пояс, и бесконечная битва разом. А сам Акай получает сильное ускорение от эмблем, которые позволят встать в нужную позицию. А теперь применяйте ульту и старайтесь прижать цель либо к стене, либо к союзной башне. Цель получают уйму урона. Ну, где-то 6000. И это только от танка и будучи обездвиженной. В случае, если мы играем против ловкого противника, комбинации исключают лягуху. Чтобы противник не успел отпрыгнуть, действуем молниеносно. Прыжок, оцепенение, ульт. Дешево и сердито. А добить цель это дело союзников. На ранней стадии лайна помогайте магам и стрелкам брать баф. А также старайтесь ультой втолкнуть противника под союзную башню. Также можете выталкивать противника из-под его башни, с учетом того, что не поймаете контроль, будучи под ней. Благо, ульта снимает эффекты замедления. На этом, друзья, все. Пишите в комментариях, как вам новый способ визуальной подачи. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И не забывайте ставить лапки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok